Ребята, привет-приветики! Вы на канале Света Носик Лайф. Зовут меня Светлана и на своем канале я рассказываю про свою жизнь, рассказываю прям просто обо всем. Это для тех, кто меня не знает. Кто меня знает, давно мы с вами не снимали видео вот такого вот плана, чтобы я прям сидела и вещала. Вообще очень давно, наверное, такого не было, если честно, мне прям так непривычно. Да, как-то, что просто-просто вообще, капец, не знаю я. Вот, поэтому, ну, как получится, так и получится. Сзади меня такой фон, наконец-то мои цветы. Кстати, вот что происходит с папоротником, да, если видно на фоне его этих обоев. Вот, ну, не знаю, поставила, ставлю периодически туда увлажнитель маленький, который, вот. Ну и влажность воздуха у нас, кстати, увеличивается. Последний раз было 33, 33%. Вот, хотя до этого у нас, получается, было все время 25, то есть вообще воздух сухой. И сейчас у нас два увлажнителя. Так, план на сегодня у нас какой? Вообще, в принципе, я не знаю. Я подумала, может быть, мне перейти именно на недельные влоги, потому что выкладывать что-то каждый день, ну, нету ничего такого, чтобы прям рассказывать. Просто каждый день показывать, по большей части, одно и то же. Встали, поели, поработали, там, в магазин сходили. Мне кажется, это не очень интересно. Вот, а если вот просто брать, вот, в течение недели делать, вот, такие записи, например, я буду. Из них делать своего рода такую, как бы, нарезку и в конце недели выкладывать, может быть, по понедельникам. Да, то есть, чтобы сразу за всю неделю как-то было. Я не знаю, что вы думаете, кстати, по этому поводу. Вот, моя челка заколота, я таки не могу к ней привыкнуть. Это просто трындец какой-то. Я жутко жалею, что я ее обстригла, хотя мне вроде бы кажется, что мне с ней лучше. Но укладывать ее, я не знаю, как меня она бесит. Я укладываю ее этим утюжком, потому что я и на бигуди брала, я и феном на щетку сушила. Что-то пошло не так. Вот сегодня тоже помыла голову, покрасилась буквально я недавно вот фаберликовской этой краской, что я крашусь. Но, наверное, попробую, знаете, что я на Валберис нашла, попробую перейти на Хну. Ну, там красивый именно. То есть, если фаберлик, видите, он дает такой более натуральный рыжий оттенок. Князь. Лезет князь ко мне здесь уже поиграться. Более такой как натуральный, да, все равно рыжий оттенок. Вот он. Вот та хна, она дает более, знаете, такой прям медный, с краснотой. По крайней мере, вот по отзывам. Я посмотрела, те девочки, которые красились, ну, фотографии до-после как бы вставляли. Очень красивый цвет. И хочется чего-то такого вот поярче, особенно сейчас вот весна, ближе к лету. У меня с меня тут ходит. Хочется чего-нибудь такого поярче. Аааа! Прямо этого, ногтями царапается. Игрушек куча уже. Я с ним играла, все равно энергии столько. Вот. Поэтому, не знаю, хочется мне попробовать ту Хну. И тем самым, как бы, качество волос, я точно знаю, будет гораздо-гораздо лучше. Они будут более пышные. Мне нравится именно, когда более пышность такая идет, да, а не прилизанные. Мне не очень нравятся прям прям прямые волосы. Для меня лично. Мне это не идет. Мне нравится, когда у меня такие пышные волосы. Вот. Поэтому, не знаю. Посмотрю, подумаем. Так. Сегодня план тоже сходить. В первую. Сейчас вот я работаю дома. Я росла, слава Богу, пошла в школу. Так. У меня план исходить, забрать заказы. Надо будет отправить подарок. Я покажу еще, какой мы делали. У нас, получается, в структуре было два подарка. Один отправляет, вот, девочка моя, лидер. Второй подарок отправляю я, второму победителю. То есть, нужно запаковать этот подарок, потом забрать заказы. С этих заказов еще девочки нужно отправить, будет через почту. Так, мои, моя часть заказов. Вот это, что касается Фаберлик. И хочу по дороге обратно зайти еще в Секонд. Там только классная у нас есть. Посмотреть вообще, что там есть. Может, там что-то есть на весну, осень, именно из верхней одежды. В прошлом году я покупала там ветровку. Такая классная, вообще супер. Я за нее заплатила 15 белорусских рублей. Кстати, сейчас не поленюсь. Я схожу, принесу, покажу вам. Вот, получается, вот такая вот ветровка. Опять, князь. Ну, не царапайся ты. Вот такая вот ветровка. Надеюсь, как бы видно ее, да. Вообще, очень классная. Капюшон, кстати, по-моему, еще можно прятать вовнутрь. Да, то есть, он вот здесь вот так, получается, как-то сворачивается. Не знаю, мы никогда не прятали. Вон он, кстати. Что ты творишь? С тусками моими играет. Сейчас покажу. Тут я вещи постирала. Положила, положила их сложить. Князь, ты что делаешь? Князь, оставь в покое мои носки. А, это не носки. Нет, носки. Это шарфик-то. Ты что творишь? Что это такое мне? Князь. Ладно. Князь. Полотенце пошло в ход. Князь. Князь, ты что делаешь? Пусть балуется. У него, видно, весна идет. Пусть он у нас и кастрирован, но все равно у них же остается, мне кажется, хоть что-то. У него сейчас энергия, это просто трындец. Так, и короче, а, вот, еще и здесь у нас заматывается. Сейчас покажу. Секундочку. Вот, короче, его можно прятать, вот таким образом. Но я это некрасиво свернула. Вот тут на липучке, тут и тут получается на липучке. Вот. Вот такая куртка классная. Мне очень она нравится. Вообще, покупала Ярославу, но в прошлом году носила ее я. У нас с ней почти один размер уже. На ноги размер, так у Ярика уже даже больше. Вот. И книзу она такая, фрисболь. Вот эта куртка, она стоила, вот, спереди, как она смотрится, прям такая винтажная. Она стоила, ребята, 15 белорусских рублей. Ни единого пятнышка, ни единого этого, отвлекает там хвост. Ни единого пятнышка, ни единого порванного какого-то места, рукавчики. Все супер. 15 белорусских рублей. Вот. И мне тоже надо что-то такого плана, потому что мое пальто, ну, плащик, уже довольно-таки старый. Я все его ношу, ношу. Вот. И не знаю. Тоже что-то хочется. Поэтому зайду, гляну, посмотрю. Вдруг там что-то новое, интересное привезли. Потому что там, я говорю, и цены хорошие, и то, что мне нравится в секондах, то, что там такие вещи, которые ты не найдешь в каких-то других местах. То есть, они необычные. Таких точно ни у кого не будет, а мне это все нравится. Так, пойду, занесу обратно. Так, обратно все унесла. Поэтому вот, хочу зайти, забрать заказы вначале, потом по дороге зайти в секонд, посмотреть, что там есть. Если будет что-то подходящее, может быть, купить. И еще я хочу посмотреть что-то на низ. Так как я увлеклась прям опять вязанием. То есть, это по большей части какие-то свитера, кардиганы. То есть, на низ надо что-то новенькое, мне кажется. Может, какие-то джинсы, брюки хочется. Не знаю. Посмотрю вообще, что там есть. После этого иду на почту отправить заказы. И нужно еще зайти к родителям. А, еще хочу зайти в Санту. Ну, по традиции купить роллы. Да, роллы, суши, как оно правильно называется. Я всегда покупаю, когда забираю заказы. Так, вот такой вот план на сегодня. Доделать работу по Фаберу, повязать хочу. И, наверное, все. Ну, и сниму обзор заказов, то, что я себе непосредственно заказывала. Вот. Тоже заплела косичку на влажные волосы, чтобы прическа у меня была такими как бы волнами шла, что я стрижена этим типа лесенкой, каскадом. Ну, вот они немножко выбиваются. Так что посмотрим. Короче, планы вот такие. Как оно получится, я не знаю. И тоже напишите в комментариях вообще по поводу того, может действительно делать видео раз в неделю. Именно прям недельный влог. Потому что, ну, единственное, да, если может какие-то вот рецепты, то тогда сразу выкладывать, снимать. А если просто жизнь, да, вот лайв, то может просто делать недельный влог. Вот. Напишите обязательно в комментарии. Для меня это очень важно и интересно, да, как лучше вам будет смотреть. Заказы. Вот такая вот красота. Сходила еще в магазин. Целый пакет. Приду домой, покажу. Еще пакет с заказами. Так, пойду к родителям. Вот так вот тут у нас это винтовая лестница. Я ее всегда так боюсь. Покажу вам, кто не знает. Ну, вот она какая прям. Неудобно вообще. Надо так под ноги смотреть. Еще вот эти штыковины. Еще покажу. Сцепиться, короче, не дай бог можно. Так все, ладно, буду смотреть под ноги. Вау, родители. Сейчас уже почти 7 часов вечера. Я к ним пришла, наверное, в 5. Ну, ладно, может не в 5, а в полшестого. Иду только сейчас домой уже, наконец-то. Еще на Валберес надо зайти. Говорила, еще надо зайти на Валберес. Просто обязательно. Там уже по приходиле, наконец-то, все мои заказы. Я ждала уже, чтобы все пришло, чтобы сразу все и забрать. Вот. И что еще? А, купила я, короче, себе в этом секунде плащик. Видела, кстати, там еще одну прикольную вещь. Даже сфотографировалась. Ну, не знаю, как бы. Не планирую, конечно, я покупать. Но смотрится вообще забавно. Прям такие, знаете, наверное, 90-е годы вспоминаются. Прикреплю фото. Где-то, может быть, здесь сразу. Вот. Ну, и вообще цены там вообще классные. Плюс еще скидки 60-70%. Это много чего хотелось купить, но уже не стало. Тоже, в принципе, такой довольно-таки прикольный. У меня два пакета. Я тащу опять эти. Один за плечом еще там. На Валберес, по-моему, не очень много этого мне забирать. Так, ну, плащик такой прикольный. И там была еще ветровка. Тоже, в принципе, классная. Очень похожая, которую я покупала в прошлом году для Ярослава. Вот. Но, блин, не знаю. Я подумала, зачем мне и плащик, и ветровка на лето прям две. Ну, вообще не знаю. Цена была ветровке, сейчас я скажу, 14 белорусских рублей. Это со скидкой. Причем там никаких ни пятен. Она не порвана была. Ничего. Выглядела очень классно. Ну, ну, этого ветровка, она совсем прям для спортивного стиля. А этот плащик, я думаю, подойдет и для более такого классического, и для спортивного. Ну, что, та ветровка, она прям как этот, оверсайз, прям огромная такая. Вот, все. Думывал, Берес. Ребята, везде я побыла. Сейчас будем делать распаковку. Ай! Маленький, соскучился так, да. Так ты соскучился, мое ты солнышко. Боже мой. Боже мой. Прям лег мне на ногу. Да. Маленький мой. Хороший мой котик. Хороший. Полдня мамы не было, да. Так, ладно, быстро делаем сейчас распаковку. Показываю вам, что принесла, откуда принесла. Так, первое. Это бабка. Папа с мамой угостили. Дальше. Это шапка для Ярослава. Вот как сейчас уже ходить. Не зимнее, чтобы было попрохладнее. Так, дальше. Это этот плащик. Его я примерю, покажу потом. Я надеюсь, под джинсы одену сразу, чтобы было видно, красиво все было. Это салатик наш любимый. Панский. 5,34. Белорусских рубля. Напоминаю, живу в Беларуси, город Брест. Так, дальше у нас бананы. Килограмм 5,99. Я не помню, сколько. Чек, по-моему, есть. Я посмотрю. Князь, пожалуйста, отойди. Так. Взяла еще, знаете что? Честно, лень мне что-то готовить. Хочется устроить праздник. 3,72 рубля белорусских плов с филе цыпленка и овощами. Не пробовала. Тоже взяла в этом санте. Попробую. Боже, так трется эта киса прям в ноги. Так. Ну, конечно, трется. Нашел уже. Лег прям мне на ногу. Нашел нычку. Набрала корма ему опять. Детского и не детского. Так, чайник кипит. Ой. Что здесь у нас? А, суши. Сейчас как раз-таки я и поем. Так, секундочку. Отключу чайник. Так, все. Залила я чай. Это, кстати, я не зря принесла. Я кое-что на Валберид заказывала для этой штуковины. Так, эта красота лежит тут у меня. Ой, сейчас секундочку, ребята. Приспособлюсь. На почту я не ходила. Поэтому у нас будет мини-обзор и заказов. В Аберлип там немного. Вот. Девочка не отправила ничего. Поэтому написала, могу ли отправить завтра. Так, что не рассчитала я свои теленки на сегодня, если честно. Устала. Так, давайте посмотрим, сколько суши получились. 17,05. 20 штук. Семга и сыр. Мы любим эти именно. Так, 17,05. Семга и сыр. Напиток кофейный. Плов 3,72. 2, салат 5 и бананы 4,18 получились. Пересесть. И князь тоже перебежал. Да, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, боже, боже, боже. Да. Маленький. Это он так вкусняшки хочет. Он в миске есть еще еда его любимая. Так, все, в этом пакете все у нас. Так. Теперь смотрим, что здесь. Значит, тут для рукоделия по большей части я все заказывала. Так, потом покажу. Вот такая вот упаковка, пакет. Вот такой пакет. Распаковывать буду на своем рукодельном канале. Поэтому кому действительно, вот слово ключевое, действительно интересно. Все, что связано с рукоделием, кто прям фанат, там, вышивать, всего творить. Напишите, я дам ссылку на тот канал. Потому что хочу, чтобы на том канале были именно заинтересованные люди. Как это правильно говорится. Не помню слово. Короче, какая-то там аудитория. Вот. Потом, вот в такой коробке мне пришла вот такая вещь. Это подставка под кружку. Стоила, по-моему, в районе трех с чем-то рублей. Надо будет. Я потом посмотрю. Вот. Тоже будем делать. Буду делать. Тоже там на рукодельном канале будет. Так. Потом иглы для вязания. Вот такие пришли. Потом что-то еще тут было. Так. Тут уже заказы Фаберлик. Сейчас мы, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тоже их достанем. Так. И где-то еще распариватель должен быть. Здесь я его не потеряла по дороге где-то. Так. Здесь его нет. Значит, он, наверное, в одном из пакетов. Давайте сейчас по порядку. А, вот. Все. Нашла все, что хотела. Вот такую вот штуку я купила сюда. Потому что там я плохо уже держалась. Сломалась вообще. И вот такой вот распариватель для швов, да. Швейный. Для одежды. Хочу тоже кое-что переделать. И думаю, что смогу. Надеюсь. И мне пригодится. Сейчас вот эту штуку прикрутим. Посмотрим вообще, подойдет ли она. Что, ребята, готова вам показать свой плащик. Единственное. Единственное, что. Здесь у меня освещение. Не очень, мягко говоря. Поэтому, ну, как есть уже, да. Я одела специально свои джинсы. Футболочку, которую, кстати, тоже я делала. Техники тай-дай. Сейчас накину плащик. Покажу вам. Посмотрим. Вот и Ярик идет. Все. Молочня убежала. Князь. Давай. Вот так вот у нас каждый раз. Привет, сынок. Ты вовремя. Продолжаю наше видео. Как-то так выглядит мой, что это, плащик. Вот. Надеюсь. О, так лучше даже видно. Цвет довольно приятный. Не такой темный. Я, наверное, знаете, сейчас поставлю штатив. Я, кстати, прикрепила эту штуку к штативу. Вот. Поэтому сейчас поставлю и попробую снять себя в полный рост как-нибудь по-другому. Вот. А вообще вот. Вот так. Так. Ну что, ребята. Не знаю, насколько будет меня слышно. Зато, мне кажется, гораздо лучше видно. Короче, вот такой вот плащик. Сейчас я немножечко вас переставлю сюда подальше, чтобы я прям под самый свет могла встать. На катание наступить. Вот такой вот плащик. Цвет очень красивый при дневном освещении. Вообще он шикарный. Он такой прям сиреневый, как сирень. Прям красивый-красивый такой, насыщенный. Вот так это все выглядит сзади. Вот так. Немного прикрывает попу здесь. Вот, поближе. Тут получается такой воротничок. Он как бы стоечка так лежит. Ну, капюшон здесь, конечно. Вообще странный такой. Вот там у меня эта гулька заплетена. Но суть в том, что, смотрите, здесь прям такая резинка. Я не знаю, это какое-то чудо смешное такое. Вообще прикол. Вот. По рукавам хорошо. Тут такие кармашки. Здесь, кстати, тоже карманы, оказывается, есть. Можно затягивать снизу его еще тоже. Под джинсы так вообще классно смотрится. Вау. Даже я сейчас посмотрю. Под джинсы вообще очень классно смотрится. Вот Ярослав выглядывает. Пришел, балуется. Углянуть еще нельзя. Все, иди давай. Вот. И здесь можно завязывать. Можно не завязывать. Завязаны мне нравятся больше. Так. Ярослав, проходи, пожалуйста. Лавочка, я тебя так люблю. Все, я тебя люблю. Иди, кушай. Смотри, смотри. Смотри. Ты тоже, глядь. Так, все. Так. Так. Этот князь уже балуется у нас тут. Все, Ярик кушать пошел. Князь, наверное, меня не узнал. В этом плаще. Короче, можно вот так вот еще и расширить. Тут есть такие зажимы. Как оно правильно называется? Не знаю. И просто веревочки. Так. Молния все работает. Ни одного пятнышка. Все пуговицы на месте. Нигде ничего не этого. Не порвано. Вообще ничего. Я за этот плащик. Там скидки сейчас еще. 60-70% скидки. Я за этот плащик заплатила. Кот носится. Заплатила 18 белорусских рублей. Я думаю, как-нибудь на досуге. Подзаработаю денег или отложу. Не знаю. Вообще мне вещи как бы особо не нужны. У меня много вещей. Лишь бы переносить все. Но мне так хочется туда сходить, посмотреть, что там вообще есть. Там столько всего. Магазин огромнейший. Если вам интересно про этот магазин, скажите, может, я отдельно сниму какой-либо баланс. Обзор, если мне там разрешат, конечно, снимать этот обзор. Ну, мне кажется, вообще плащик классный. Тут такая как бы сеточка еще внутри идет. Я так поняла, что он Магазин Германия, возможно. Внутри есть там этикетка какая-то. Там написано вроде как на немецком. А и фирма. Не знаю, что за фирма. Сейчас я покажу. Мне почему-то кажется, что, наверное, немецкое что-то. Ага. Фирму надо перекрутить. Короче, задом наперед посмотрите. Будет. У меня камера этого не отражает как надо. Вот. И почему такая фирма задом наперед. Вот такой вот классный плащик. Я вообще очень довольна. Сделаю обзор заказиков, которые я принесла. Так, значит, что у нас? Гель для профилактики и устранения засоров. Это я себе заказала для профилактики. Гель для чистки туалета. Это тоже мне. Бальзам и растерка с пчелиным ядом. Это тоже мне. Вот. Она устраняет боль. Так. Потом вот это у нас... Вот это вот все. Шампунь, крем, бальзам и парфюм. Это у нас на подарок. На розыгрыш. Так. Дальше у нас прокладки. Обычные, не дневные. Арванта. Это тоже на розыгрыше я взяла парфюм. Валькирия. Это у меня заказали его. Потом зубная паста. Это мне. Вот это живица кедра. Так. Потом вот это тоже мне. Первый раз заказала. Это у нас сыворотка. Концентрат. Это интенсивное увлажнение. Вот. Для волос. Давайте вскроем. Посмотрим сейчас быстренько. Так. Для кожи головы. Вот такое средство. Не пробовала. Отзывы, честно говоря, не читала. Просто решила взять и испробовать. Эффективно решает проблемы выпадения волос. Возвращает жизненную силу ослабленным волосам. Вот. Попробуем. Так. А где как применять? Так. Состав. А. Вот же внизу. Так. Нанесите на кожу головы по проборам, пока волосы еще влажны. Риспределите мастерическое движение. Не смывайте. При необходимости нанесите повторно. Так. Это после мытья головы, я так понимаю. Так. Положим. Так. Дальше у нас идет крем после депиляции, который замедляет рост волос. Вот такой у меня был. Но я им пользовалась не постоянно. Так. Дальше. Крем зима для рук концентрированный. Классный. Вообще супер классный. У меня тоже такой был. Закончился. Заказывала себе. Но получилось так, что он пойдет вместе с этим парфюмом. Девочке отдала. Она попросила. Потом соль для ванной с пеной. Тоже неоднократно рассказывала. То есть добавляешь в ванну. Оно мало того, что как соль для ванны, так еще и пену делает. Это будет тоже на подарки, скорее всего. И фигурное туалетное мыло. Тоже это будет идти на подарки. Вот такой вот небольшой заказик получился на этот раз. Если у кого-то есть вопросы, кто-то хочет узнать что-то подробнее о этих средствах. Пожалуйста, пишите мне. Я вам расскажу. К сегодняшнему влогу давайте, наверное, добавим еще поклейку вот этих панелей в туалете. Я думала подождать, чтобы сделать видео. Вот там, где я уже обещанно давно хочу обклеить столешницу. Отвлек меня князь. Короче, я хотела, обещала давно сделать видео на поклейку столешницы. Ну, не сделала еще. Не знаю, у меня пока руки не доходят. Поэтому давайте мы с вами в этом видео хотя бы обклеим ту стену в туалете. Сейчас я хочу еще кофе себе заварить. Так, короче, по поводу туалета. Что я хочу обклеить и где? Показываю вам. Напомню, что это не наша квартира. Мы здесь проживаем, так скажем. Но это не наша собственность. Вот здесь я хочу обклеить просто вот этой белой, белыми панелями. Вот, там была дырень такая. Я купила ткань такую белую. Просто повесила, натянула. И сейчас обклеим вот этой белой штукой. Сейчас я сделаю фотку до и потом сделаю после. Еще у меня есть планы по поводу туалета. Надо еще брать вот этот коврик тоже, он протоптался. Вот. Опять-таки, много вкладывать сюда нет смысла, потому что квартира не наша. Вот, сделаю фотографию до и после. Посмотрим, как получится. Давайте смотрим, как получилось. Вот. Вот так вот получилось. Вот это вот вмясено. У нас все равно немного видно, да? Ну, уже как есть. По крайней мере, уже более однородно. Так, сейчас приложу фото до и после. Продолжение следует... Продолжение следует...